У нас запланировано на сегодня 4-й, 5-й, 5-й со звездочкой и 6-й абзац. Я хочу доплыть до 6-го. Он длинный и он как бы интересный. Но все остальное тоже. И поэтому, как это, вперед. Натан, включена, да, запись? Так точно. Отлично. Значит, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по рот А. Шува. У нас 7-я глава и 4-й абзац. Именно в помыслах А. Шуве раскрывается вредина желания. И мужество души проявляется благодаря им во всей полноте своего великолепия. И по мере величия Чувы, мера ее свободы. Если честно, то я этот отрывок понимал не до конца. Ну, давайте хотя бы частично попытаемся разобраться вместе. Именно в помыслах А. Шуве раскрывается глубина желания. У меня это как-то играет, переигрывает, перекликается с, по-моему, это с колобальщем, что человек находится там, где находится его мысль, то, о чем он думает. Соответственно, если мысли человека, они в джуве, они в том, что нужно исправить, то нет, не получается. Именно в помыслах А. Шуве раскрывается глубина желания. Давайте пробуем с другой стороны поверить. Есть у человека желания разного уровня. Есть какие-то более внешние хотелки на поверхности. Мне сейчас хочется чая с вареньем, а потом мне хочется кофе, а я хочу без сахара. Есть какие-то более... Да, Ширель? Я говорю, пончиков хочется. Ну, пончиков мы будем сегодня кушать у Ныхана. Вот. Хорошо. Значит, да, хочется... Есть какие-то внешние желания. Есть более внутренние, и не всегда, может быть, даже осознаваемые, более глубокие пласты желаний. Радис, наверное, говорит, что вот именно внутренние пласты воли, желаний, они раскрываются, когда я думаю, задумываюсь о челе, об исправлении. А кто я? А что я? А кем я хочу себя видеть? А в чем тот, который я, он соответствует или не соответствует тому, кем я хочу быть по-настоящему? И здесь, видимо, помыслы от шуве – это не как наше стандартное определение во всей нашей главе. Мы только подумали, но ничего делать, но делать, что ничего не собираемся. Здесь полностью от шуве просто это вот именно больше с точки зрения, где я нахожусь. Когда я... Мои мысли от шуве, они отражают глубинные пласты моей сущности, моего желания. И мужество души проявляется благодаря им во всей полноте своего великолепия. Именно в помыслах от шуве раскрывается глубина желания. Не надо это разбирать. И мужество души проявляется благодаря им, это помыслах от шуве, во всей полноте своего великолепия. Я не очень понимаю, честно. Как связано мужество души, почему оно проявляется во всей полноте своего великолепия, именно из-за помыслов от шувы. Если вы можете мне помочь, я буду. И по мере величия от шувы, мера ее свобода. И по мере величия от шувы, мера ее свобода. Здесь тоже. Мне хочется сказать какие-то правильные, верные идеи, но я не до конца уверен, что это то, что написано здесь в нашем тексте. Как раз немножко в другом месте я сейчас читал, что на первый взгляд кажется, что чем человек больше прилиплен к Богу, чем больше он трепещет перед Богом, чем больше он боится Бога, тем как бы у него меньше свободы в мыслях и в действиях. Но, правда, говорит, что-то не так, это наоборот, на самом деле. Может быть, здесь имеется в виду что-то похоже. Чем более великая от шува, чем она более не мелочная, а действительно великая, тем как бы она более свободна. Тем более свободна она может решить делать какие-то новые и более, может быть, резкие повороты в жизнь. Мы не против маленькой шувы, но, видимо, вот мера ее свободы – это ее величие. Это связанные вещи. Чем более велика от шува, тем мера ее свободы, она более всепроникающая. Теперь помогите мне, пожалуйста, то, что вот и мужество души проявляется благодаря им, вернемся к тексту, и мужество души проявляется благодаря им, им – это помыслам от шувы, во всей полноте своего великолепия. Почему мужество души проявляется благодаря помыслам от шувы во всем своем великолепии? Я не очень, у меня это не очень складывается. И как, что вы думаете про это мужество? Натан? Можно? Мне кажется, что на самом деле это очень просто. То есть для того, чтобы признать, что мне нужна от шува, нужно определенное мужество. Идет ли тут речь о грехах или идет тут речь, может быть, о каких-то заблуждениях? Или идет речь о том, что я где-то остановился в своем духовном росте? То есть в любом случае для того, чтобы этого признать, нужно проявить смелость. В общем-то, человеку как-то комфортнее оставаться таким, как он есть, наверное, и не причинять себе какую-то боль, потому что шува может быть связана с тем, чтобы причинять себе какие-то переживания на первом этапе шувы, во всяком случае, не самые приятные. То есть мне кажется так. Отлично, Шеря, большое спасибо. Я тогда только украшу ваше объяснение примером из недавней нашей недельной главы, когда у нас был вот именно как Юда и Тамар, как Юда сказал, цепка, не менее, права более, чем я, и признал свою неправоту. И действительно, такое поведение, оно требует мужества. Безусловно, да, я принимаю то, что вы сказали. Кто-то хочет еще что-то добавить? Натан, я просто подумала, что, может быть, имеется в виду, если первую часть, что вот мысли, да, то есть вот эта вся подготовка, где ты наиболее полно охватываешь все, что ты должен сделать, и тогда твои мысли вот эти проходят глубоко иногда, широко и охватывают даже больше, чем, ну, может быть, даже нужно. Я не знаю, в общем, мне как-то так кажется. Знаешь, когда тебе нужно совершить какой-то акт, да, сначала ты готовишься, и иногда в своих мыслях, ну, настолько масштабно все это обдумываешь. Вот, может быть, вот это имеется в виду. Если можно немножко добавить, то текст, который здесь и для меня лично, это... Прошу прощения, секундочку. Можно продолжить, да? Да-да, конечно. Вот акцент здесь делается именно на слове «глубина». То есть в помыслах о тшуве раскрывается глубина желания. То есть чем более глубоки желания тшувы, да, тем более проявляется великолепие души. То есть из каких-то поверхностных таких суждений, да, о тшуве, каким-то более глубинным раскрывается желание человека исправлять себя. Вот, и, возможно, где-то вот здесь и заложен смысл «по мере величия тшувы, мера ее свободы». То есть начиная от каких-то рассуждений, таких бытовых, да, тшуве, к каким-то более... Я прошу прощения, извини, пожалуйста, полминуты. Может, кто-то с этим согласен? Я извиняюсь еще раз. Да. Да. У меня только один момент есть, непонятный. Почему здесь находит место перевод мужества души? Вот непонятно. Для меня здесь более подходящим каким-то словом было, наверное, красота души или что-то в этом смысле. Ну, мужество как проявление, может, воли в выборе не совсем понятно. Потому что глубина желания, она влияет на желание исправления человека, да? Полминуты, сейчас посмотрим. Я просто... Сейчас я загляну на иврит. Мне не совсем понятно. Мужество души, что это? Что это такое? Ну, вообще-то там слово «гвура» в оригинале. «Гвура» — это не красота. Это если что-то пошло, скорее мужество. Глубина желания получается по тексту, она приводит к мужеству души. Это получается, чем глубже желание, тем мужественнее душа? Глубина желания, тем мужественнее души. Конечно. Не-не-не, конечно, мужество в смысле преодоление. Вот именно потому что, как мы сказали, что чува в начале, это что-то такое неприятное. Нужно преодолевать всякие вещи. И нужно здесь, конечно, мужество. И на себя в зеркало посмотреть. Нужно мужество. И как бы, да... И себе в глаза посмотреть, и другим. Мужество... Безусловно, для тшувы нужно мужество. Но тшува, получается, она же... Это не статический процесс. Это всё время человек всё более и более вникает в себя, да? Исследует себя. Находя какие-то свои какие-то проблемы. И прилагать всё более усилий к тому, чтобы исправлять себя. Вот усилие исправлять – это мужество, это усилие. Но здесь как бы... Чтобы исправлять, первая часть, которая неприятная, она... Это иметь мужество посмотреть и признать, что это было неправильно. И вот, получается, по мере величия тшувы, это, получается, по мере преодоления тех... Вот всё более глубинное желание исправления, да? И по мере того, как человек преодолевает эти недостатки в себе, тем более мера свободы души. А в чём тогда, интересно, свобода души проявляет в себе наибольшей мере? Высшей цели, я так думаю, осмелюсь вставить. Я так думаю, тшува всё-таки идёт к цели у нас, идёт к высшей цели. Я так думаю, речь об этом здесь идёт. Что в зависимости, чем выше твоя цель, тем ты должен быть мужественнее и честнее с самим собой, тем тяжелее пойдёт тшува. Тем труднее будет преодолеть всё, вот, ну, всё. Всё мирское, всё простое, всё мелочное. Чем выше цель, тем труднее. Тем больше можно тшуваться. Но здесь вопрос, тем больше тшувать, тем больше свобода написано. Вы мне помогли. Вы мне помогли. У меня сейчас сложилось какое-то общее впечатление о всём этом абзаце. Так. То есть, как бы, стремление общего человека, глубинное, это, безусловно, исправить что-то, починить, сделать лучше. Не знаю, там, покосившийся забор, дом свой, душу свою, семью. Человек получает огромное удовольствие, когда у него получается что-то, и у человечества надо что-то улучшить, починить, продвинуть вперёд. Именно в помыслах у тшуве раскрывается глубина желания. Это вот желание, естественно, человеческое, улучшить. И внешний мир, и внутренний мир, он естественный, и он действительно глубина желания. Есть всякие, как мы сказали, внешние хотелки, а внутреннее желание действительно это улучшить. Улучшить, улучшить. И оно же нам даёт обратно большое удовлетворение, когда у нас получается. Вот мы решили задачку, мы справились с какой-то проблемой, и мы улучшим. И мужество души проявляется благодаря им во всей полноте своего великолепия. Безусловно, задача улучшить и внешний мир, и наш внутренний, она требует усилий, она требует мужества. Именно в задаче, самые сложные, лучше самого себя, нужно больше мужества. И по мере величия тшувы, мера её свободы, её можно понять тшувы, а можно понять души. Может быть и по мере величия души, нет, но её всё-таки, получается, наверное, тшувы, мера её свободы, что вот именно это внутреннее желание, это моя настоящая истинная свобода. Внутреннее желание – это улучшать себя, мир. Соответственно, настолько, насколько у меня более общая, получается, тшува, более великая, более всеобъемлющая, настолько, получается, раскрылась мера свободы и души, и тшувы. Вот как-то получается так у меня. Спасибо вам, как бы, потому что я немножко, мне кажется, скомпилировал то, что сказали все, и мне тоже как-то получилось что-то понять, потому что вот я вначале, мне было сложно немножко с этим общаться. Если можно вопрос, здесь речь идёт о тшуве, вернее, о свободе. Мера её свободы, свободы от чего? Это, получается, душа, мера свободы души. От чего же она освобождается по мере возвышения тшувы? По мере величия тшувы мера её свободы. Я всё-таки, видимо, здесь всё-таки по тексту её это не души, это тшувы. Свободы свободы от наносного. То есть здесь, в общем-то, на самом-то деле, у нас смыкаются две противоположности. С одной стороны, то, что надо, с другой стороны, то, что я, моё сущностное внутреннее желание. И на самом-то деле, действительно, это вот очень часто это и счастье, когда то, что надо, и то, с чем я полностью себя могу отождествить, моё внутреннее желание, оно сливается, то, в общем-то, это свобода от чего-то неестественного, от наносного. Если хотите, от злого начала. Но вот именно свобода к себе, свобода вот к своей, вернуться к себе, вернуться к своей душе, это свобода. И делать вот именно то, что действительно я хочу, а не, допустим, то, куда меня потянула реклама. Да, вот так вот. То есть как же, ты же свободен, ты делаешь то, что ты хочешь. Вот я хочу сейчас много мороженого. На самом-то деле, мне гораздо больше интересно действительно исправлять всё вокруг, чем локоть мороженого. То есть можно ли сказать о том, что процесс возвышения от шубы – это процесс борьбы, да, против, получается, когда желание человека вступать в какой-то конфликт с его опытом или с его, как бы сказать… Короче говоря, это какая-то внутренняя борьба. С желанием человека. А по мере возвышения эти желания человека уже, получается, совпадают с возвеличиванием души, да? То есть получается, чем более возвышенно от шуба, тем меньше борьбы человек прилагает к достижению его цели. В какой-то мере, да. В какой-то мере борьба, может быть, переходит на другой уровень. Угу, да. С вашего позволения мы продвинемся на пятый абзац. До сих у нас не было очень чётко в тексте, что мысли от шубы – они только мысли, как я сказал, а не, допустим, и обездействие. Мы сейчас разбираем только мысли. И что у них есть своя положительное влияние и суть. Часто будет написано более чётко. Итак, давайте почитаем. Вот я вижу, что грехи стоят как преграда на пути ясного божественного света, изливающая свое великое сияние на каждую душу. И они затемняют и мрачают душу. Это классика. Как говорит нас Медраж, ваши грехи – это железная стена, разделяющая вас от Бога. Грехи, преграда на пути божественного света, изливающая свое великое сияние на каждую душу, они затемняют и омрачают душу. Безусловно. Итак, грехи – это перегородка. Я сказал. Между человеком и Богом. И да, у раба де Тора написано. Между божественным светом и… Но также это… И они затемняют и омрачают душу. Можно сказать, что грехи также – это перегородка между человеком и самим собой. Они, то есть… В чем разница? Первое, что они не дают свету пройти. А второе, что они сами по себе очерняют и омрачают. Затемняют. Хорошо. И дшува, даже только мысленная, также она переносит великое с бабой. Здесь, безусловно, мы скажем, что дшува – это не то, что понимается под словом дшува в ее аллахическом ракурсе. Потому что с точки зрения Аллахии… А-а-а… А дшува даже только мысленная… Да, это именно так. Нельзя сказать, как я сейчас подумал. Нельзя сказать, что у нас есть дшува двух типов. Дшува, где нужно дело, и дшува, где нет дела. Дшува, где нет дела – это между человеком и Богом. Человек не сделал какую-то заповедь, которая между ним и Богом. Он согрешил какой-то грех по отношению к Богу. Нарушил субботу, допустим. Это грех по отношению к Богу. Он не наградил никого из людей. Соответственно, чтобы сделать шуву, нужно… Это только мысленный процесс, мысленное напряжение. Не нужно такого действия делать. А есть и там, где нужно сделать действие. Выкопал яму – нужно ее закопать. Но так нельзя объяснить. Потому что из-за следующего предложения… Однако к окончательному избавлению душа приходит лишь благодаря практической реализации этой потенциальной шувы. То есть мы сейчас говорим о том, что действительно… То есть по-другому это нужно объяснить. А шува даже только мысленная. Это нужно здесь объяснить, так мы объясняли все время. Это только мысли о шуве. Мы еще не сделали шуву в анархическом смысле. Мы не сделали все, что нужно сделать, чтобы… Считалось, что мы сделали шуву. А как же тогда Раф это называют шувой? Так мы сказали раньше. У нас есть дом. У нас есть понятие шува, которое широкое. Как мы сказали, оно очень широкое. Начинается очень низко, заканчивается очень высоко. Полминуты. Часть понятия шувы – это то, что закон требует, что нужно сделать, чтобы это действие и эти мысли в совокупности назывались шувой. Но Раф – это мир шувы, который в себя включает очень много. И шува даже только мысленно также на приносит великое избавление. И так как мы… То есть это же здесь написано четко. Несмотря на то, что я еще ничего конкретного не сделал, я только подумал о том, что вот нужно исправить то и это. Это уже само по себе должно принести великое избавление. Окончательное – нет. Шува на окончательное – тоже нет. Но это действие называется шува. То есть ни в коем случае нельзя сказать, что это ничего не стоит. Нет. Это стоит и это приносит великое избавление. Однако к окончательному избавлению душа приходит лишь благодаря практической реализации этой потенциальной шувы. Что такое потенциальная шува? Это мысли от шувы. Неплохо бы сделать или прекратить делать так-то это. Но это потенция. Это очень хорошо, но это само по себе еще только потенциал. Его нужно реализовать. Тогда будет у нас окончательное избавление для души. Но, что нам здесь очень важно, даже нереализованный потенциал – это уже великое избавление. Это нам очень важно. И все же, поскольку мысль связана со святостью и со стремлением к шуве, бояться нечего. А трав про что? Чего я могу бояться? Я могу бояться много всего. Я чего-то не сделал. Очень хорошо, что я про него подумал. Очень хорошо, что я про него подумал, но я ее не сделал. И вот помните, мы начали спорить на прошлом уроке, как к Бог ко мне относится. Я сказал, что мы должны видеть Бога как того, кто не злорадно потирая руки. Кто-то, кто ищет с увеличительным стеклом, где я споткнулся, а наоборот. Как любящий родитель, который с увеличительным стеклом ищет мое продвижение вперед и очень-очень рад каждому моему продвижению. Вот радость это пишет уже в более прямом тексте. И все же, поскольку мысль связана со святостью и со стремлением к шуве, бояться нечего. Наверняка подготовить Всевышний все пути для обретения полноценной шувы, освещающей все темные места светом жизни. И в соответствии с уровнем ценностей шувы, Тора благословляет и становится более проясненным. И учение становится чистым и ясным. Сердце сокрушенное и удрученное, всесильное, не будет презренным для тебя. Как Рав нам объясняет этот наш пасух? Сердце удрученное и сокрушенное. Это человек, который хочет сделать шуву, но ему сложно. Он ее не сделал. А Всевышний такого человека не презирает. Не будет презренным для тебя. Всевышний закатывает рукава и начинает думать, как же мне помочь мои мысли реализовать. То есть Всевышний здесь начинает помогать. Ну я же как бы ничего не сделал. Я гадости сделал по полной программе, как положено. Я только подумал в этом направлении. Гадость умел сам сделать? Исправь тоже сам? Нет. Здесь Всевышний начинает подыгрывать. Ты только подумал о чем. Бояться нечего. То есть, нечего еще бояться в том, что Рав сказал, что душа даже только мысленная переносит великое избавление. Но я могу бояться. Что это за избавлением? То есть, это внутреннее ощущение как бы, что а, мне стало, может быть, не совсем, мне стало лучше. Мне стало, ага, я подумал мысленное чуве. Мне, может быть, внутреннее ощущение мне полегчало. Но мы себе это ощущение не даем себе им насладиться. Почему? А потому что Всевышний меня смотрит злым взглядом. Потому что я гадости сделал. Рав говорит, нет. Он не смотрит на нас злым взглядом. Всевышний начинает искать, как бы нам помочь. Одна. И все же, поскольку мысль связана со святостью и со стремлением к чуве. Мы подумали о чуве, не сделали. Мы только подумали. Это уже мысль связана и со святостью. И стремление к чуве у меня есть. В чуве нет. Стремление есть. Бояться нечего. Наверняка. Откуда у нас такая уверенность? Наверняка. Подготовить Всевышний все пути для обретения полноценных пшу. Ага, тебе это мешает? Мы это уменьшим. Отодвинем. Разломаем. И ты сможешь уже продвинуться. Эта мысль в разных вариациях. Он ее обыгрывает во многих. Еще и в нашей главе, и в других местах, я думаю. Он тебя будет обыгрывать. Ты не можешь это сделать. Сделай то, что ты можешь. А составляем это самое. Пусть Всевышний мучается. Я немножко утрирую. Но мысль она, в общем, правильная. Бой отчаянию до надежды и до моей работе. Все, что я могу, давайте сделаем. А после того, как мы сделали, и во время того, как мы делаем, давайте будем этому рады. Это как бы правильная общая дорога. Наверняка подготовить Всевышний все пути для обретения полноценной кшувы, освещающей все темные места светом жизни. И тогда что? И тогда все, что называется, пойдет. И в соответствии с уровнем ценности кшувы, Тора благословляется. Кшува благословляет Тору. Учение Тора становится более полноценным, более мощным источником, более источником, который несет благодать. И становится более проясненной. Есть вещи, вот именно понимание у нас очень часто, оно понимание именно логическое, через голову. Тора, мораль, она очень часто понимается не вот как сухая логика, а вот чаще вот именно душой или сердцем. Истается более проясненной. Поэтому есть связь между мудростью и моралью. И, конечно, здесь обязательно роль играет шува, которая все, что у нас не получилось с моральной точки зрения, она исправляет. И учение становится чистым и ясным. Сердце сокрущенное, удрученное, всесильное не будет презренным для тебя. Ваша очередь, пожалуйста. Никто ничего сказать не хочет. Очень плохо. Пойдем дальше. Тогда давайте возьмем открывок 5 алиф. Я не помню его у меня в книге. Он может быть из разной редакции. И может быть, что у него нет, потому что у него немножко новый. Но на самом-то деле он очень-очень общий. Он, в общем-то, берет шуву от начала и до конца. И, в общем-то, в два предложения он нам эту шуву концентрирует, определяет. Давайте посмотрим, кто равен здесь героям. И он, конечно, немножко похож на наш предыдущий абзац. Мы убеждаем собой в том, что грехи – суть преграды между нами и светом ясного постижения. И не только грехи индивидуальные, но также грехи общества. И все же это не является непроходимым препятствием. И благодаря великому усилию тьмы в свет. Прошу прощения, я правильно прочитал. И все же это не является непроходимым препятствием. Благодаря великому усилию удостоимся тьмы в свет. Итак, еще раз. Мы убеждаемся в том, что грехи – суть преграды между нами и светом ясного постижения. Это как раз то, о чем мы говорили буквально пару предложений назад. Свет ясного постижения – это мудрость, и грехи ей мешают. Как мы упоминали, и мы это будем упоминать, в нашем мире, который мы знаем, нет никакого противоречия между моралью и мудростью. Это параллельные миры. Может быть очень умный злодей, может быть очень праведный глупец. Но здесь уже понятно, да? Глупец не может быть очень праведным. Его праведность вся будет мелкая, низкая и очень часто может привести к плохим последствиям. Но, допустим, мы не видим никакого противоречия в том, что очень умный человек может быть великим злодеем. Здесь нет. И то, что он злодей, ему не будет мешать постичь чего-нибудь еще там из его мудрости, которую он там знает. А здесь, в моральном мире, и на самом-то деле, и также в материальном тоже, но вот эта связь, она для нас, она немножко заретушевана. А здесь мы ее постоянно повторяем и, может быть, даже вы нам больше поможете понять и указать на нее, как так вот получается, что на самом-то деле есть внутренняя очень сильная связь между моралью и мудростью. Итак, мы вернемся к тексту. Грехи – это суть преграды между нами и светом ясного постижения. И не только грехи индивидуальные, но также грехи общества. Грехи общества и чува общества. Здесь не из нас грехи общества, есть чува общества. Чува общества – это, на самом-то деле, вещь достаточно нетривиальная. Общество может сделать шву. Общество может начать себя вести морально. А что такое общество? Общество – это государство, это страны, это народы. Мы не очень в это верим. Мы не очень в это верим серьезно и абсолютно верно. Нет особенно доказательств из нашего мира, что такое возможно. Человек, да, на сегодня мы уверены, человек может жить морально. Он не обязан. Он может жить аморально. Но возможно она существует. А общество? Оно движется только движимо, только интересами. Оно не может быть морально. Здесь, конечно, нужно указать про исключение из правил. Это еврейское государство. Оно, во-первых, само от себя требует быть как общество моральным. Во-вторых, весь мир от него требует быть моральным. Это не просто так. Это ожидание о том, ожидание всего мира от еврейского государства, что мы сможем показать и доказать, что это возможно. И тогда все смогут это перенять. Итак, давайте вернемся обратно к нашему тексту. И все же это не является непроходимым препятствием. И благодаря великому усилию нужно приложить. Что такое великое усилие? Это каждая наше личное великое усилие, безусловно. Но это гораздо более того. Это великое усилие, насколько я понимаю, всей человеческой истории. Удостоимся пшувы и исправления, и превращения тьмы в свет. Вся человеческая история. И, в общем-то, часто также история человека. Это превращение тьмы в свет. Превращение тьмы в свет, на самом-то деле, это окончательный этап избавления. Это искусство, которым владеет Маширех, избавитель. Это искусство, которое требуется для поколения Маширех. Но это, в любом случае, это последний окончательный этап. Мы говорим, что это атрибут Всевышнего, тот, который превращает тьму в свет. Соответственно, здесь, мне кажется, Раав огибает, действительно, всю душевую. И когда мы огибаем всю душевую, нам нужно также объять всю человеческую историю. От начала до конца. Это то, что мне кажется, что он говорит, пятый абзац со звездочкой. Ваше мнение? У меня есть мнение, если можно. Да, пожалуйста. В этом абзаце, в этом отрывке я увидел такой большой свет, который здесь указан. Здесь говорится о том, что, во-первых, никто вместо человека ничего делать не будет. И говорится о том, что грехи-то это проблема на самом деле. И только благодаря усилию можно преодолеть эти проблемы. Да, потому что эти, знаете, есть такое в христианстве современная такая доктрина, когда от человека ничего не требуется. Все вместо тебя сделает Бог, тебе достаточно только верить. Вот. Поэтому этот отрывок, он говорит как раз-таки о противоположном, что только усилием достигается цель. А целью есть свет, как свет шубы. Безусловно, абсолютно верно. И даже в предыдущем отрывке, когда мы говорили о том, что Бог тебе помогает, не имеется в виду, что Он что-то делает за тебя. Он тебе подыгрывает немножко, но тебе нужно делать работу. А работа настолько сложная, что тебе кажется, что она вообще неподъемная. И ты готов отчаяться. Тогда Бог тебе помогает и говорит, эй, не бойся, справимся, все будет хорошо. Но работать придется тебе, безусловно. Да, конечно. Очень правильный, очень верный взгляд. И еще кое-что. То, что нужно сказать, это то, что здесь по цветам подразумевается то, что грехи – это не то, что должно послужить для нас каким-то поводом для уныния. Это проблема, с которой нужно справляться. Да. А не просто горевать, и то, что исправить ничего нельзя, все потеряно и кончено. Просто горевать. У меня ощущение, что просто горевать – это естественное состояние после греха. они человека вводят в состояние такого. Я хотел оторваться, пожить на полную катушку, а я имею в пустоту, неудовлетворенность, и вот грехи меня вводят. Человек понимает, что сделал плохо, не понимает, что с ним делать, и это его после этого давит, и это его прижимает. Безусловно, это очень правильный взгляд. Грехи – это не то, над чем нужно горевать, это вызов, это проблема, которую нужно решить. Абсолютно верно. Да. Именно так. Вашими словами очень хорошо. Так. Это преграда, которую нужно убрать. Это работа, которую нужно сделать. Безусловно. Да. Очень-очень, да, еще раз да. Натан. Да, Сергей. Я хочу сказать по поводу связи между мудростью и, как там говорилось, грехами, то грехи являются препятствием для цвета и все такое прочее. То есть тут есть такой механизм, и, в общем-то, Рав его описывает, но его можно даже описать просто элементарными словами, что, если, например, человек совершает какой-то грех, а потом повторяет его еще и еще раз, то у него происходит смещение в понятиях. То есть он уже не различает так хорошо такие категории, как добро и зло. И очевидно, что это, ну, как бы такое искажение в его мышлении уже не просто в его чувствах или в его поступках, а в мышлении. Оно, конечно, накладывает также какой-то фильтр такой на все остальное его познание, на его мышление. И тем более, если общество, если вот общество, вот скажем, например, с домом. Вот город такой был с домом. И люди там были очень грешные. И они постановили, в конце концов, законы, которые их грешность всячески поощряли и препятствовали проявлению каких-то хороших качеств, таких как милосердие, справедливость и так далее. То есть, и эта ситуация еще более тяжелая. То есть здесь не только у меня искажение в плане мышления, в плане мудрости, а у всего общества, где я нахожусь. И, конечно, здесь нужно какое-то очень большое усилие для того, чтобы это преодолеть. Но усилие возможно. И вот Раб выражает оптимизм по этому поводу, что очень большое усилие все-таки может это исправить. Большое спасибо, Ширя. Я с вами согласен. И более того, вы меня натолкнули на хороший пример. Я хочу развить вашу мысль. Как действительно можем показать, что мораль и мудрость они таки, да, связаны. Давайте возьмем спор лево-справо. Спор любых каких-то двух идеологов. Как происходит такой спор? В общем-то, это спор двух глухих. Каждый бросает аргументы и не слушает оппонента. Почему? То есть, правильно было бы, как это, по скромному... То есть, вот, путь шувы, он такие, слушать оппонента, несмотря на то, что я считаю, что он не прав. Почему мы не слушаем? Почему мы не слышим? Оба причем. Независимо даже не от этого права или лево. Любые идеологические оппоненты, когда они ругаются, да, они не слышат друг друга совершенно, не воспринимаются практически совсем аргументы противоположной стороны. Потому что идеология, которая считает верным, она не мешает. Она мне, в общем-то, есть какая-то пелена не только на сознание, на уши, на глаза, я не вижу и не слышу. Реально не вижу и не слышу. Я не в состоянии понять. Теперь, что это идеология? Это какие-то сводки, верования. Давайте назовем это так. То есть, человек решил, что они верные. И они теперь мне мешают думать. Они мне мешают воспринять какую-то информацию. Так, она идет от моего оппонента, который со мной не согласен. А я прав. Соответственно, правда со мной. Это состояние вводит... Оно... Я даже не говорю, он прав или не прав. Но это состояние, оно нужное для общества, для человека, безусловно. Но вот такое проявление, это противоположность чувы. А чува, это, как мы сказали, всегда возможность измениться. Это всегда возможность задать вопрос, а правильно ли я делаю. Это всегда подвергнет сомнению собственного, как бы... Теперь, да, нам нужны две эти стороны. Как Рам говорит, у нас есть жизнь, она... Есть плата, когда я стою, и есть, когда я поднимаюсь. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Я не могу быть только в чуве все время. Я не могу быть только в статике все время. Эти этапы, они меняются в моей жизни. Мне нужен этап, когда я утвердился в своих каких-то верованиях, мнениях, идеологиях. Я на них стою, и я сейчас не собираюсь их менять. Это правильно и нормально. Я не могу воспитывать детей. А может быть, это правильно, может быть, это неправильно. Может быть, правильно не врать, может быть, неправильно. Нужно быть как-то четко и так далее, да? С другой стороны, я могу быть постоянно четким. Тогда я не буду никуда продвигаться, я буду очень четким и очень маленьким. Мне нужны обе эти фазы. Так вот, одна из фаз, она... Так вот, одна фаза – это чува, вторая – это противоположная чуве, да? Одна – это движение, вторая – это статика. Так вот, когда мы в состоянии статики, что происходит? Наши верования, наши идеологии, они нам мешают, реально мешают воспринять информацию, то есть мешают думать, анализировать. Мы думаем, что у нас тут в голове какой-то самый четко логический компьютер. Ничего подобного. Он избирательно слышит, он избирательно видит. Это самое – так, вот так и вот так, да? Чего не хочет, он видит, слышит и воспринимает только то, что хочет. Это правильно. Иногда. Но нужно это понимать, что это так. И тогда у нас получится очень четкая связь между моралью и мудростью. Если ты не сделал чувы, то чего-то ты просто не хочешь услышать. Чува – это часть того, что остановись и захоти услышать. И тогда вот у меня спасибо вам всем. Спасибо, Шевель. Мне кажется, это вот вашу мысль я немножко развил. Как у нас действительно связывается мораль и мудрость. Очень просто связывается. Наш мозг, он как-то… И желание, оно формирует понимание, а не наоборот, к сожалению. Так мы живем все. Да. Кто-то хочет что-то сказать? Натан, только если ты заканчиваешь, потому что, может быть, я уже не слишком по теме, просто хотел сказать… Я еще не заканчиваю. Нет, тогда я в конце… Я хочу еще шестой абзац… А, ну давай тогда в конце, не хочу время у нас занимать. Я хочу еще разговаривать. Смотрите. Окей. То, тогда пообежалий… Ну давайте. Итак. . Нужно очень глубоко верить в тшуву и быть уверенным, что даже по мыслам о тшуве можно многое исправить в себе и в мире. И обязан человек после каждой мысли о тшуве становиться более радостным, более удовлетворенным, чем был дотом. Видите, это я не сам придумал, это просто во мне въелась, спечаталась, что вот здесь сейчас урава написано прямым текстом. Ты еще ничего положительного не сделал, только подумал. Ты обязан получить это удовлетворение, успокоиться и себя похлопать по плечу. Молодец. Тем более, если мысли о тшуве принять ее решение совершить тшуву. Еще раз. Я тшувы не сделал. Я подумал про тшуву. Я принял решение сделать тшуву. Но вы знаете, принял решение сделать, есть еще какое-то расстояние. Но это уже тем более. Подумал? Молодец. Принял решение сделать тшуву. Я не только подумал, что хорошо бросить курить. Я решил, я бросаю. С понедельника. Еще раз. Молодец. И если она связана с Торой, и мудростью, и богобоязненностью, и особенно, если чувство божественной любви пульсирует в его душе. Человек еще ничего не сделал. Но его мысли о тшуве сопровождаются любовью к Богу. Это еще одно. Еще одна ступенька наверх. Еще один плюс. Еще одно. Молодец. Да, конечно. И пусть умиротворит самого себя и утешит свою измученную душу и подбодрит ее всеми возможными способами. Ибо вот слово Всевышнего. Как мать утешит человека, так же я утешу вас. Всевышний нас любит. Всевышний за нас болеет. И он бегает с микроскопом, с электронным, за каждой промиллью чего-то хорошего, что мы решили или подумали сделать. Это очень важно в его глазах. Соответственно, должно быть так же важно в наших глазах. Мы ни в коем случае не должны относиться к собственным, с нашей точки зрения, небольшим положительным продвижением с пренебрежением. А, это ничего не стоит. А, вот если бы я, то... А так, ну, БМС, человек, ничего, неправильно. Неправильно. И пусть умиротворит самого себя и утешит свою измученную душу и подбодрит ее всеми возможными способами. Кто? Да ты сам себя. Ибо вот слово Всевышнего. Как мать утешит человека, так же я утешу вас. И если он знает за собой грехи по отношению к ближнему, и сила его слабая их исправится, пусть не отчаивается совершенно от великого исправления чужого. Мы остановимся здесь. Раф здесь противоречит, причем, что называется, однозначно, дух. Лобовое столкновение с тем, что нам говорят мудрецы. Кстати, если есть здесь эти самые знатоки, то скажите мне, где это написано? Но у нас очень четко ходит, что, как бы, у нас учили, что Всевышний не ставит человека перед испытанием, которое человек не в состоянии преодолеть. Ты сделал какую-то гадость. Тебе нужно по закону сделать шиву. Значит, сила у тебя на это есть. Точка. Раз здесь идет полностью человеком. Ты думаешь, что тебе это не по силам. Ты кого-то обидел. Ты кого-то оскорбил. Ты с кем-то поругался. И тебе кажется, что лучше пусть тебя это самое, живьем поглотит у тебя земля, чем ты пойдешь к этому человеку исправляться, извиняться и пытаться это самое, чего-то исправить. Равни начинают с тобой спорить. А вот, наши мудрецы сказали. И если он знает за собой грехи по отношению к ближнему, и силой его слабая их исправить, нам не важно, это объективно или субъективно. Человеку кажется, что слаба. Значит, мы идем с тобой. Слаба. А что же делать? Пусть не отчаиваются совершенно от великого исправления шивой. Это того, что мы боимся. Не грехов. Мы не боимся грехов. Мы боимся отчаяния. Из-за того, что человек подумает, так как я не могу исправить, так как у меня не хватает силы извиниться, исправить то, что я сделал, серьезное перегрешение между мной и другим человеком, то все. Я когда-то, я же не смогу сделать швы, нет ни исправления, ничего, я это самое. Можно как-то на мне ставить крест. Это могилка. Нет. Нет. А что? Раф тут начинает, вы не представляете себе, делать вот такой вот пиль-пиль. Сейчас будет просто смешно. Просто смешно будет. Давайте. Пусть не отчаиваются совершенно от великого исправления шивой. Ведь грехи между человеком и Всевышним, если раскаяться в них, они уже проще. А, у нас есть разные грехи. Между человеком и человеком. Человеком и Всевышним. Человеком и Всевышним раскаяться, сразу прости. Хорошо, и что? А если так? Можно считать, что оставшиеся грехи, которые он еще и не исправил, поглощаются значительным числом тех грехов, которые он уже исправил, можно сказать, шувеет. Начинаем сейчас, как это самое, то, что называется, говорите, бетуль-баров. У нас поглощение в большинстве, есть такое, в законе, там много такого, на самом деле, 30 лет, в Балахе. У нас есть, допустим, много, большинство, кошерного, и туда попало меньшинство, не кошерного, и растворилось, мы говорим, большинство поглотило, меньшинство, это все кошерно. Не вздумайте реально, закон выводить из того, что я вам сейчас наговорил, но как принцип это существует. Называется поглощение большинством. Большинство, меньшинство плохого, в большинстве хорошего, мы говорим, это у нас все теперь хорошее. Большинство, как-то больше съедает меньше. А, это нам применяет к шуве. Ни больше, ни меньше. У нас есть грехи, теперь, самое большинство, здесь половина и больше, это большинство, не просто. Теперь мы говорим так, а-а-а, грехи-то между человеком и Богом, их же с ними просто разобраться, сделал, раскаялся и все. Соответственно, половина уже есть, видимо, большая половина, соответственно, меньшая половина в ней растворяется и все. Дальше что? И если так можно считать, что оставшиеся грехи, которые он еще не исправил, поглощают значительным числом тех грехов, которые он уже исправил, благодаря своей шуве, это те, которые между всевышленными человеками, и во всяком случае пусть, не теряя бдительности, весьма остерегается, чтобы не попасть в ловушку какого-нибудь греха по отношению к ближнему, а также пусть исправляет все, что может, из своих прошлых грехов, следуя путем мудрости и великой смелости, спасаясь, как олень, от руки охотники, как птица, от руки ловца. Однако, пусть не унывает его сердце из-за той части грехов, которой не удалось ему исправить, и только пусть дерутся твердыми торами и служит Всевышний от всего сердца в радости и вредности. Итак, конечно, нужно это самое, не впадать в эйфорию и остерегаться от будущих грехов между человеком и близлым и обязательно и пусть исправляет все, что сможет из своих прошлых грехов. Теперь, что такое то, что может из прошлых грехов? Это не абсолютно, это относительно меня. Мне кажется, это не объективно, это субъективно. Мне кажется, что этого я не могу, а это я могу. То, что можешь сделать. Ты не можешь измениться перед человеком? Хорошо. Ты можешь ему улыбнуться, сказать, доброе утро? Скажи, сделай. Ты можешь, не знаю, помочь ему в чем-то? попробуй. Не можешь? Не, не, я тебе скажу, не отшу. Вот, то есть, понятно, что в эфарию не впадать. В будущем стараться ни на кого просто так не орать и не ругаться. То, что тебе кажется из тех грехов, которые ты еще не исправил, что ты можешь исправить. Исправь. И не унывай. И не унывай. Это самое главное. И не унывай. Начнешь унывать, мы можем ставить крест на любом будущем исправлении. Однако пусть не унывает его сердце из-за той части грехов, которые не удалось ему исправить. Мы не говорим, что они ищут. И они туда ищут. Они есть. Да. И мы знаем, что они ищут. Но это не причина вешать в нос. И только пусть держатся твердыни торы и изложат всевышним от всего сердца в радости трепетии любви. И еще тут одна интересная вещь. А также пусть исправит все, что сможет из своих прежних грехов, следуя путем мудрости и великой смелости. То, что нужна смелость, это понятно. Не всегда нужна мудрость. Не всегда в лоб это правильно исправлять. Иногда нужно хорошо сесть и подумать, а как мне это исправить. И, конечно, очень важно, даже неполное, а частичное исправление очень ценно. Окей, я не могу исправить 100%. Я могу исправить 12%. Отлично. Давайте этим занимаемся. Вот я очень хотел просто дойти до этого параграфа. Он с моей точки зрения очень очень важный. И, в общем-то, все, что я говорю по отношению других многих параграфов, это, в общем-то, цитата отсюда. Все. Вот теперь я более-менее закончил. То есть, я немножко здесь поиздевался как бы над этим самым, но это очень важный правильный подход. когда с моральной точки зрения важно, я могу несколько искривить то, что называется законной логики. И ничего страшного не это сейчас важно. Я борюсь с отчаянием. Человек понимает, что серьезный эффект, который он сделал, он не может исправить. Между человеком и его ближнего. У него нет сил. Всевышний Рав говорит, хорошо, хорошо, посмотри на квартиру, на картину в общем. Часть грехов ты исправишь, часть нет. У нас есть принцип поглощения большинством, меньшинства. Исправь что ты можешь. Оберегайся на будущее, не повторяй своих ошибок, не унывай из-за того прошлого, которое ты еще пока не можешь исправить, может быть, не сможешь. Служи Богу в радости и мы пойдем дальше. Дальше будет сказано, что ты сделал все, что от тебя зависит, вдруг Бог тебе поможет. Или ты сделал все, что от тебя зависит, вдруг ты росла немножко другим человеком, вдруг что-то тебе изменилось, вдруг когда ты прошел полдороги, то, что тебе казалось неподъемным, сейчас снова твоего места тебе будет доказаться, доказаться, что это можно сделать. то есть, с одной стороны, как абсолютно верно было сказано сегодня, мою работу за меня никто не сделал, но с другой стороны, отчаянию нет. Надежде, да, радости, веселью, удовлетворению, умиротворению, радости от того, что я сделал пол работы, да, радости, умиротворение из-за мысли, что вы, которые меня посетили, даже если уж ничего не сделал, и, может быть, даже не сделаю, не дай Бог, а радости, а решение, которое я принял, даже если я не сделал, может быть, я их не смогу выполнить. Это правильный путь. Это путь правильный. Они постоянно себя тюкают, какой я низкий. Искать так же в себе, как все вышли нас ищут, положительная история, потому что мы попытались, и да, у нас получилось, и сама попытка, она нас продвигает вперед. У меня более-менее все, теперь я хочу послушать вас. По поводу последнего отрывка, если можно, да, который зачитали, то у меня возникли такие ассоциации, ассоциации, связанные с интульгенциями. То есть, когда продается право, тебе продается право греха. Да, получается, в счет заслуг святых, да, ты, римская церковь, продавала, тебе право грешить, то есть тебе будет проще в счет заслуг других людей, святых. и если человек берет себе за принцип то, что больше поглощается меньшим, это, как по мне, открывает ему такое, такое, как пренебрежение этими правил, принципами, так, по исправлению. То есть, он может тебе уже позволять лишнее, но если он будет скромен, или, например, те ситуации, которые, ну, меня не слышно. Сейчас, да, слышно. Вы пропали, сейчас вы вернулись. Вот, есть ситуации, которые справить нельзя в отношении тех, которые умерли, или ситуации, которые уже изменить никак нельзя, ну, практически нельзя. поэтому для меня здесь такое, как вы знаете, противоречие произошло между этими, так сказать, ингенциями, да, вот этим поглощением и тем, что о чем Раф говорит дальше. О том, что и во всяком случае, пусть не теряя бдительность и весьма остригается, чтобы не попасть в ловушку такого-либо гриба. То есть, здесь вообще, здесь вообще, как по мне, есть такое самое большее. Это в том, в том, понимании, что на самом деле хорошо, что такое плохо, да, на самом деле, кажется, что когда человек строг, это плохо. И по себе, по себе знаю, когда ты слишком мягкий, в отношении тебя люди поступают, как-то уже начинают поступать, как-то несправедливо, неправильно, ты превращаешься в тряпку, на самом деле. Поэтому не всегда строгость это плохо, и не всегда то, что кажется плохим, является плохим. поэтому то, что нужно исправлять, нужно исправлять, что можно исправлять, нужно исправлять, да, но это не обязательно в себе. Иногда, иногда наоборот, исправить себя, это значит ужесточить где-то себя. Абсолютно верно, абсолютно верно. Очень, опять-таки, мягко, мягкосердечные люди очень страдают от того, что они такие. Но это мы знаем, да, на примере Авраама, да, как он перевоспитывался в плане того, чтобы приобретать... Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я согласен, в общем-то, со всем. Совсем сказано. Общий подход вот такой, на самом деле я понимаю. Ра видит, и я здесь согласен с ним, наше поколение, как поколение, которое более естественно, более быстро себя судит строго. Оно склонно себя слишком строго судить. И поэтому он тянет в другую сторону. Так я это вижу. Теперь. И действительно, это по себе действительно так. Теперь. То, что вы сказали, это действительно проблема. Конечно, разница с инкругенцией, что по времени это наоборот. Я покупаю себя сейчас право грешить на будущее или там кто-то другой. Здесь нет другого, здесь я сам. Я сделал чугу за свои грехи. И поэтому, и поэтому, и поэтому, то, что я не могу сделать, может быть поглощено. я не говорю теперь. Потому что вы сказали это абсолютно верно. Это действительно то, что называется медром холопаха, это можно бы действительно привести к нехорошим вещам. Иногда действительно абсолютно верно. Нет такого, что быть строгим плохо, быть мягким хорошо. Хорошо это когда все настолько, насколько это правильно. И это зависит и меняется от ситуации, от человека, от общества, от всего. И основно верно. Мы не говорим, что быть строгим это плохо. В общем, принципиально. Да? Так что это абсолютно верно. Теперь. Здесь есть как бы два противоположных как бы две противоположные вещи. С одной стороны, если я слишком строго к себе отношусь, это плохо. С другой стороны, если слишком мягко к себе отношусь, это тоже плохо. И здесь нужно действительно искать именно золотую середину равновесия правильно. Насколько я понимаю, Раф, и мне кажется, он прав, говорит о том, что мы склонены сильно очень в сторону себя слишком строго судить. Поэтому он нам говорит, ребята, чтобы выпрямиться, нужно понять, что даже у недоделанных дел есть положительное вес и так далее. И нужно радоваться, что мы их сделали. И, конечно, не нужно перегибаться, не впадать, как мы сказали, ценно, а, как, тут есть, допустим, вещи, которые мешают шуве. Одна из них человек говорит, а, шува, так можно грешить. Это, в общем-то, чува тоже индульгенция. Да? У меня есть вариант выбраться, так сегодня я погрешу, завтра сделаю шуву, и все будет хорошо. Да? То есть, можно воспринять саму шуву индульгенцию такую, да? Ну, да, там, поплачу, там, дам денег на, сдоху на милосердие, там, решу, там, никогда такого не делать, а через неделю решу обратно, да? Нет, понятно, что мы не играемся, и такая опасность есть, поэтому пришли мудрецы и сказали, ты начнешь играться, и тогда получишь влог, шуву тебе сделать будет очень тогда сложно, можно, но сложно, безусловно, все те точки зрения, которые мы показали, не существуют, да, перегиб в любую сторону, он плох, это безусловно, я могу погрешить, потому что у меня есть много заслуг, понятно, что эта идея, она дурная, дурацкая и плохая, да, но с другой стороны, на себе можно поставить крест, а так много на меня грехов, она может быть еще хуй, вопрос в том, с какой идеей в первую очередь нужно бороться, насколько я понимаю, Рам говорит, нужно в первую очередь бороться с идеей, из-за количества моих грехов на мне можно ставить крест, нет, не можно, не можно, но спасибо за замечание. Спасибо за комментарий, и еще хочется добавить, наверное, то, что, видимо, акцент делается на том, что нерешенная проблема человека, да, то, к чему человеку есть стремиться в процессе возвеличивания шувы, это присутствие какой-то цели, к которой нужно двигаться, да, это, это, самое... Вы еще, только что сказал, повтори, да, нерешенная проблема это цель для достижения возвышения шувы, а не предмет для уныния, это, наверное, самое главное. Самое, очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Кто-то еще хотел что-то сказать нам? Ну, хорошо. Тогда мы попрощаемся. Мне было очень приятно. Большое спасибо. Пока. Хак самэх. С праздником.